Очередные поправки в бюджет на ближайшую трехлетку обсудили депутаты городской думы. Доходная часть увеличится за счет региональных и федеральных поступлений. С учетом последних поправок бюджет города по доходам по годам 5 миллиардов 714,7 миллиона рублей, 5 миллиардов 433,4 миллиона рублей, 5 миллиардов 443,5 миллиона рублей. Общий объем расходов тоже увеличится, дефицит останется без изменений. Существенная часть средств, более 200 миллионов рублей, пойдет на строительство и ремонт дорог. Планируется начать и в этом году завершить строительство на дороге, которая соединяет улицу Фрунзе и улицу Минская. Начать в размере 8,6 миллионов выделяются деньги на ремонт улицы Станкостроительной. Это окружная дорога, которая, собственно говоря, находится в крайне разрушенном состоянии. И выделяются деньги также на ремонт при вокзальной площади в размере 50 миллионов рублей. Это средства также выделены из областного бюджета при участии в софинансировании города. Разногласия среди депутатов вызвал вопрос финансирования программы повышения доступности образования. В новом проекте бюджета расходы на нее уменьшены на 18,5 миллионов рублей. Исключили средства на возведение давно обещанной пристройки к 36-й школе в микрорайоне Московский. Софинансирования из областного бюджета не будет, а без поддержки Иванова эту пристройку не потянет. Действительно, начинать строить школу на 15 миллионов рублей, это было бы можно возможно только сделать котлован, поставить забор, и в таком состоянии школа бы, собственно, существовала в определенный период времени. То есть до тех пор, пока у нас не будет понимания схожения в одной из профилей генеральных программ, считаем нецелесообразным, начиная с строительства данной школы. Также не предусмотрены в новом варианте бюджета расходы на приобретение реконструкцию здания на улице Чайковского для размещения в нем детского сада. Зато выделят 64 миллиона на механизированную уборку города. Не получится ли так, что и города чистого не будет, и школы не будет, и детского сада не будет? В любом случае поправки в бюджет приняты в двух чтениях, а вопрос этот пока останется риторическим. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.